Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить, как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И если мы об этом не думаем, да, если мы не анализируем, если мы не принимаем какие-то новые решения, то, знаете, очень сложно ожидать, что что-то переменится. Мы хотим что-то новое, хотим какие-то новые откровения, новые благословения, но Иисус знал, что ученики должны выйти на новый уровень. Много говорили, будем говорить о правильном мышлении, о правильной вере, потому что неправильная вера, неправильное мышление, неправильное мышление, неправильная жизнь. Друзья, может, вы и планировали молиться с Нового года, и еще чего-то вы планировали, но походили и бросили, начали и бросили. Вот хочу вам прочитать одну историю, которую Иисус рассказал. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Вот знаете, вот мне нравится оптимизм всегда Иисуса Христа. Он говорит, как нужно молиться? Всегда, да? Должно молиться всегда. А как надо молиться еще? Он говорит. С каким отношением? С радостью. Не унывать. Не унывать. Потому что если ты унываешь, значит, ты не веришь. Если ты унываешь, значит, ты не видишь ответа. Правда? Но когда ты молишься, ты видишь ответ, ты точно не будешь унывать. Аминь? Ты не будешь сдаваться. И вот эта вот история, я просто ее расскажу, не буду читать, что женщина, которая ходила в суде, помните? Она ходила, 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 ходила. Он уже не выдержал. Говорит, да сделаю, как она хочет. Аллилуйя. Почему? Она не была такой женщиной, которая пришла и бросила через две недели свой стернажерный зал. То есть она, если начала, говорит, я пока вот не достигну цели, я не остановлюсь. Вот, друзья, понимаете, это Иисус сказал, нам так нужно делать. Нам так нужно делать, что если ты начал что-то, доводи уже, пока результаты не будут. Аминь? Хочешь на 20 килограмм похудеть, на 15 похудел, не сдавайся. Продолжай дальше. Продолжай. Продолжай. Какая-то у тебя есть задача. Я просто так говорю, потому что у многих людей есть свои планы, есть цели. И поэтому говорит Господь, давай, давай, давай. И главное, что не унывай. Не унывай. Уже 15 нет, осталось всего 5. А можно сказать так, ну, уже 15 нету, зачем мне еще 5? Правда? И остановиться. Поэтому Иисус сказал, должно всегда молиться и не унывать. Слава Богу. Слава Богу. Богу нравятся люди, которые не мучаются во время молитвы, там изнывают, там плохо, там всякое. Но они что? Они не унывают. Слава Богу. Слава Богу. Есть у нас такие люди, да? Потому что малотерпеливые, маловерные, малопостоянные, всего мало-мало. А надо что? Надо, чтобы много, да? Много было терпеливых, много было постоянных, много было верных людей. Аллилуйя. Аллилуйя. Про молитву столько мест в Писании написано. Несколько прочитаю, чтобы вы вдохновились. Написано, так же и Дух подкрепляет нас, немощи наших, ибо мы не знаем, когда должно, о чем молиться. Но сам Дух Святой ходатайствует. Аллилуйя. Сам Дух Святой. Вот позвольте Духу Святому молиться, да? Он говорит, потому что вам все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. Понимаете? Верьте. Тогда вы не унываете, когда вы верите. Слава Богу. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Открывайте. Не прячьте. Открывайте свои желания. Всегда радуйтесь. Не пристанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Слава Богу. Вот такая церковь, она, конечно, вдохновляет Иисуса, да? Молится, радуется, не сдается, двигается. Аминь. Потому что написано, что Иисус утром, встав весьма рано, вышел и пошел молиться. Кто у нас утром вышел и пошел молиться, да? Проснулся с желанием молиться, повернулся на другой бок и прошло желание молиться. А ведь весьма рано проснулся, но но сила подушки победила. Поэтому, друзья, нам очень важно, очень важно делать то, что нам Господь сказал делать. Правда? Ведь Он сказал, делайте это. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево, и что? И вы будете успешны. Аминь. Откуда это придет? Это придет, Он сказал. Но если вы это делаете. И также Он напоминает нам, напоминает нам всем, и я напоминаю вам, потому что действительно нам нужно жить с какими мыслями? с положительными, с позитивными, не унывающими. Правда? Потому что унывать – это опасно, друзья. В депрессию впадать опасно. Это опасно, когда ты позволяешь плохому погружать тебя, погружать в это, в плохое, в черное. А ведь вы знаете, что Иисус сказал, не давайте место врагу, не давайте место дьяволу. Потому что вы даете место, и Он вас туда тащит, тащит, тащит в свое болото, в свой омут, да? И все. А там уже, кажется, ни выхода, ни шансов, ничего уже нет. Поэтому давайте мы будем смотреть, как смотрит Господь. Аминь. Давайте мы будем думать так, как думает Господь. Слава Богу. И я хочу вспомнить историю, вам просто напомнить очень короткая история о умножениях любовь, да? Когда было много народу, много голодных людей, и вот надо их накормить. А что? А еды нету. Еды нету. И тогда, что один говорит, что нету еды, нету денег, нету возможностей, да? Это был Филипп. Филипп имя его. Филипп. Скажи, Филипп. Он был такой, знаете, негативный. У него все как-то... Он смотрел на обстоятельства, не на Иисуса, да? Много у нас филиппов таких, да? Вот этот Филипп, вот он был просто, но нету, говорит, ну где взять? Говорит, Иисус, ну где взять? Хлеба нет, денег нет, магазины закрыли, где взять? Негде взять. И Андрей. Андрей, слава Богу, да? А Андрей, он был другой совершенно. Он нашел мальчика, у него что было? Два хлеба, пять рыбок. Но смотрите, суть в чем? Суть в том, что Андрей, Андрей, есть Андрей здесь у нас, да? У нас больше Андреев, да? Про Сергеев ничего не написано, вот Андреи были. Вот он по-другому увидел ситуацию, да? Он говорит, что все возможно кому? Верующему. Можно было подумать, ты что, у мальчика хочешь забрать обед? Где у тебя совесть, да? Андрей еще называется, да? Андрей, ты что хочешь сделать, да? Это забрать еду у малыша. Нет, он говорил, что вот, это семя, его надо что? Умножить. Слава Богу. Поэтому, друзья, вот как мы, вот в этом году, как мы реагировали на свои ситуации? Вот мы были похожи на Филиппа, который говорил, ничего не получится, ничего не произойдет, все так плохо, все так печально, или мы будем похожи на Андрея? Андрея, да? Какими вы хотите быть? Вот так и пиши в своем дневнике, буду Андреем. Есть тут такие люди, которые хотят быть Андреями? Потому что Андрей, это человек активной веры, да? Это человек позитивного видения, взгляда. И когда Иисус увидел, Андрей говорит, ну молодец, хоть Андрей у нас есть, да? И что он взял тогда? И накормил всех. Слава Богу. Вот Андрея, они видят выход, а у Филиппа всегда безнадега. Понимаете? Вот поэтому надо быть Андреями, да? Слава Богу. Слава Богу. И еще что хочется сказать. О слышании. Вера приходит от чего? От слышания. Все это вы знаете, но не слышите. Вы знаете, я вот размышляю всегда о вере, и когда ты размышляешь о вере, Бог всегда что-то тебе новое показывает о вере. Мы всегда связываем, и это, конечно, правильно, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Но я хочу сказать еще раз, от слышания. Не просто от чтения Библии. Знаете, можно читать Библию, и вера не приходит. Можно сидеть на собрании, вера не приходит. Почему? Потому что мы должны понять, и мы должны настроиться, с каким отношением, да, я читаю Слово Божье. Я не просто его читаю, но я хочу, чтобы у меня была вера. Я читаю так, чтобы услышать Бога в том, что я читаю. Поэтому, когда я что-то прочитал, я хочу сказать, Господь, я хочу услышать, что ты мне говоришь конкретно в этой ситуации, что это касается меня. Аминь. И когда ты услышал, вот с этим у тебя приходит вера. Понимаете, почему многие люди говорят, я тоже Библию читаю, пастор, я там молюсь, у меня опять веры нет. Как ты ее читаешь, я не знаю, да. Как ты молишься, я не знаю. Как нужно, я тебе говорю. Нужно ожидать, услышать голос Божий. Люди приходят на служение, понимаете, тоже. Они сидят, слушают проповедь. Но кто-то получает Слово от Бога, кто-то слышит Бога, и он получает веру. Аллилуйя! Знаете, поэтому параллельно часто бывает, что ты сидишь, слушаешь, а Бог тебе свою как бы проповедь дает, свое Слово дает. Оно может быть не буквально то, что ты слушаешь, но Бог тебе как бы подсказку такую дает, да. Он хочет надоумить тебя, Он хочет подсказать тебе, Он хочет сказать тебе, вот почему написано, когда идешь в Дом Божий, будь готов, чтобы слушать Бога. Аминь! Слушать Бога, тогда ты не заснешь, понимаешь? Потому что ты будешь ловить каждое слово. Говорю, Господь, что ты хочешь мне сказать? Что ты мне хочешь сказать? Да, у меня есть вопросы, но мне нужен твой ответ, и я жду твоего ответа. Аминь! Я также читаю тогда Библию, я ее не просто читаю, как информацию, а я слушаю, Господь, говори мне, говори мне, говори мне, говори мне. Понимаете, во второзаконии Бог это вообще напрямую связал, и Он сказал, что если ты будешь слушать голос Бога своего, и исполнять, что ты услышишь, то на тебя придут все благословения. Аминь! Все благословения, которые Бог обещал. Поэтому, может быть, вот в этом году ты не слушал как надо, но давай уже в следующем году ты будешь слушателем. Аминь! Ты будешь слышателем. Не просто слушателем, но слышателем, чтобы услышать голос Божий. Потому что вера-то приходит от голоса, от слышания. Понимаешь, вот может быть ты читал, и ты когда-то в своей жизни переживал, и раз, и это слово, оно выпрыгнуло из Библии тебе в сердце. Оно раз, и выпрыгнуло, и что-то с тобой произошло, что-то у тебя загорелось. Аминь! Или ты слушал проповедь, и вдруг раз, ты слушал, слушал, и Бог для тебя прогрессил. А вот это вот тебе, вот это вот тебе, вот это слово для тебя. И ты другой тогда уходишь, понимаешь? И поэтому ты хочешь и Библию читать, и в собрания ходить. Но когда ты это делаешь просто формально, просто формально, религиозно, ты не слышишь. Ты не слышишь, и это так скучно. Вот представляешь, например, ну глухой человек пришел на концерт. Все сидят, говорят, о, какой концерт, какая музыка, он такой сидит. Что такое тут, что люди, они там хлопают, что-то аплодируют. Он вообще не в теме, потому что он не слышит. Поэтому, если мы не в теме, нам скучно, нам не интересно, правильно? Но когда ты в теме, ты ловишь это слово. И поэтому Иисус сказал, мои овцы, они знают мой голос. Они знают мой голос. Они за чужим не идут голосом. Аллилуйя. Они идут за моим голосом. Поэтому, друзья, это то, что вот мы говорили, какие пункты, да, духовное, душевное, физическое, какую сферу тебе нужно, да, в какой сфере. Но Бог говорит, что я и открою это, и небо тебе, и враги тут убегут, и благословение, и головой тебе сделаю. Наконец-то ты узнаешь, что ты голова все-таки в конце-то концов, да, и будешь только на высоте. И вот еще, еще особенная благая вещь, и ты не будешь брать взаймы. Аминь, оживление в зале. Ты не будешь брать взаймы. Почему? Потому что ты будешь слышать голос Господа. У тебя будет вера. В финансовой части у тебя будет вера. Аллилуйя. Поэтому люди, когда по вере не получали, финансы, или еще что-то, поверь им. Никогда не понятно, когда кто-то получает поверь. Это как-то поверит. Это вот как это, вот как это. А вот так это. Когда ты услышишь, тогда ты поймешь. Аминь. Слава Богу. И так же там написано, если ты не будешь слушать голос Господа, и там написано, что у тебя будет, и то плохо, и вот это плохо, и вот это, и вот это, и вот это. Понимаете? Поэтому мы анализируем свой год. Думаю, Господи, где мне плохо было в этом году? Почему было плохо? Значит, я не слышал твой голос. Аминь. У меня не было веры в этой области жизни, и поэтому что-то не произошло. Но Господь говорит, что у тебя все должно произойти. Аллилуйя. Слава Богу. И последнее, что хочется сказать, это исполнять дела любви. Аминь. Исполнять дела любви. Писание нам говорит, что если у нас нету любви Божьей, да, это все пустота, никакой пользы нет, никакого толку нет, да, чтобы мы не делали, никакого нет толку. Но, когда мы исполняем дела любви, тогда Бог говорит, вы отображаете меня, потому что Он есть Бог любви. И Он хочет действовать, Он хочет служить, помогать, исцелять, освобождать, да, и делать какие-то, даже практические, многие практические вещи. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому написано, что любовь, она долгопертит, милосердствует, не ищет своего, не превозносится, не завидует. Что она там еще делает? Не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывается ему, верит, все надеется, все переносит. Это счастье. Если это будет в твоей жизни, это будет в вашем доме, это все говорят, да, я хочу, чтобы в моем доме была любовь, чтобы в моем доме была морковь, чтобы в моем доме была свекла, чтобы все было хорошо. И Бог дает нам ответ, правда, но мы же не слышим этого. Мы должны это услышать. Мы должны это услышать. Аллилуйя. Мужья должны это услышать. Мужья, вы здесь? Так тихо. Жены должны это услышать. нет пусть мой муж первый услышит пока он не услышит я не буду ничего слушать муж аналогично должна обязательно это услышать мне нет ни любви ни почтения ничего нет ко мне как надо пусть она это услышит и такие две оппозиции две позиции никто на самом деле никто не слышит чтобы нет ты сначала услышишь аминь аллилуйя аллилуйя поэтому писание нам говорит до писание нам говорит чтобы мы простили почему многие люди живут в проблемах элементарные христианские вещи прощение прощение до живут в непрощение в обидах зависти злости и так далее но знаете есть ответ от иисуса он говорит и когда стоите на молитве прощайте если что имеете на кого чтобы отец ваш небесный простил вам если вы не прощаете то и вам не проститься аминь понимать но многие христиане я вижу они не 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 прощают и не собираются даже прощать чего я первый прощал да но если это с нами не происходит горит все пусто молитвы пустые ответов нету благословения нету почему потому что написано он первый нас простил для чего мы взираем на иисуса христа просто мы взираем на из нет это уже бы смотреть и делать как делал иисус вы то что я делал и вы будете делать мы всегда думаю это наверное хромых освобождать слепых воскрешать мертвых оглушать нет это самое главное это его отношение правда его отношение иисуса аллилуйя если нас иисус он говорит я хочу чтобы ты простил там то вот того-то брата или чтобы ты простил ту-то сестру а о чем я не прощу не знаю что что вы мне опять соль сыпите на рану перед новым годом хотел спокойно провести его да но спокойствие не будет друзья почему потому что когда ты прощаешь приходит мир пах покой написание вошли в покой как уверовавши уверовавши друзья даже все по вере правда это все по вере ты веришь богу ты послушал ты прощаешь ты входишь туда где находится господь аллилуйя поэтому мужья жены братья сестры дорогие замечательный день когда бог хочет чтобы у нас все было замечательно правда чтобы мы посмотрели на прошлый год сказали нет вот это у меня точно в следующем году не будет я прощаюсь я примеряюсь я иду с чистым сердцем да со свободной душой так сказать с чистой совестью в новый год и до аллилуйя никому ничего не должен всех простил всех люблю слава богу да и готовится мне венец тогда в следующем году не вино говорю венец слава богу слава богу поэтому мужья написано любите своих жен до мужья любите своих жен скажите им что-то хорошее подарите дайте им денег да теперь я вижу что ты любишь меня маловато правда но но в этом в следующем году думаю твоя любовь увеличится ко мне я буду позитивной женой да а жены что должны делать жены повиноваться еще что должны делать а почитайте уважайте аминь не критикуйте знаете почему многие мужья не хотят дома оставаться когда выходные особенно потому что это будет выходной учения и нравоучения учить учиться учиться и учиться говорит жена мужу тебе надо снова учиться и учиться и учиться вот потому что если вы всегда делаете кому-то замечание но человек долго это не может выносить правда поэтому давайте вот изменимся правда хотите измениться чтобы ваш дом был действительно полон радости любви и счастья чтобы не из дому хотелось убежать а в дом приходить поэтому друзьям это замечательно да когда мы смотрим на то что нам надо исправить мы можем это исправить или нет это в силах или нет аллилуйя аллилуйя слава богу ну что друзья что давайте на этой радостной ноте да как вы уже домой приходите да уже другие совершенно потому что вы услышали вы услышали вы решили применить потренироваться сегодня на своих родных и близких до говорить ему слова любви веры ободрения прощения аминь слава богу слава богу ведь как как говорится по как новый год встретишь так он и пройдет да поэтому давайте войдем в новый год как по-новому с новым отношением до с верой с любовью с радостью с надеждой слава богу поднимайтесь поднимайтесь друзья о чудесный бог аллилуйя 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 мы поклоняемся тебе господь мы славим твое чудесное имя иисус мы благодарим тебя за твою прекрасную и совершенную волю что ты хочешь господь от нас чтобы мы сказали тебе да и аминь чтобы мы не убегали господь обижали к тебе люди которые ищут бога и мы хотим еще ближе быть богу в следующем году мы хотим еще больше знать его мы хотим еще сильнее любить его хотим еще лучше служить ему хотим исполнять его волю и мы молимся господь за наши дома за наши семьи молимся мы благословляем господь тех которые еще не знают тебя, Господи. Мы так сильно хотим, и мы видим, что они спасутся, они придут в Твоё царство. Они будут служить Твоему царству, они будут прославлять Твоё имя. Что Ты хочешь увидеть сейчас? Бог говорит, называй сейчас. Не существующее, но как существующее? Называй, называй сейчас. Высвобождайте эти слова. Потому что Бог сказал, что через Слово Он сотворил этот мир. Из невидимого произошло видимое. Поэтому высвобождайте слова веры, чтобы этот год год был наполнен Богом, Его присутствием, Его славой, Его верой. Потому что Бог говорит, я так давно уже хочу исполнить Твои желания. Я так давно хочу сделать то, что я обещал в Своём Слове. Тебе просто нужно избавиться от старого, что не мешает тебе получить то новое, что я приготовил. Тебе так нужно избавиться от того, что не даёт тебе идти. Выброси это, освободись от этого. Аллилуйя. Потому что кого Сын освободил, написано, тот истинно свободен. Чтобы Твоя духовная жизнь, она действительно расцвела. Твои отношения с Богом, они поднялись на новый уровень. И глубина, и высота, и широта, и долгота. Какое чудесное, чудесное, чудесное место, время быть вместе с Богом. Поэтому Давид всегда говорил, я возрадовался, когда мне сказали идти в Дом Господень, быть в Её присутствии. Чтобы на самом деле Слово Бог, оно вызывало в нас радостные ассоциации, радостные эмоции. Чтобы мы с радостью говорили, Господь, радость жизни моей, сила моя, упование моя, крепость моя, опора моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Аллилуйя! Чтобы Твоя душевная жизнь, Твои эмоции, да, они были исцелены. Чтобы Твои раны были залечены. Чтобы душа Твоя преуспевала, говорит Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому, чтобы было прощение в Твоем сердце, чтобы был мир, чтобы была радость, Дух Святой даёт это. Он исцеляет, Он освобождает, Он изменяет. Чтобы Ты преуспевал, как преуспевает Твоя душа, Твои эмоции, Твоя воля, Твой разум. Он обновляется, Он становится другим, потому что Твоя воля, говорит, я выбираю Бога, я выбираю Божий путь. Я не пойду на компромиссы, я не буду сдаваться, я не буду останавливаться, но я буду послушен Тебе, Господь, во всем. Потому что наша воля, она определяет, будем мы послушными или мы будем непослушными. Поэтому выбери это послушание, выбери это послушание, выбери обновление своего ума. Аллилуйя! Аллилуйя! Твоя физическая, составная Твоё тело, чтобы Ты видел, что Ты здоров, потому что Иисус забрал болезни и немощи. И прямо сейчас я вот хочу молиться за то, что я говорю, я просто молюсь, Господь, чтобы Дух Святой касался и нашего Духа, чтобы приходил новый Ильей, новое масло, новый огонь, чтобы Церковь Твоя, она действительно горела, она светилась, она была полна Бога, полна страсти, полна любви, чтобы душа каждого верующего, она была в мире, она была в покое, она преуспевала во имя Иисуса Христа. Потому что Бог хочет исполнять желания нашего сердца. Исполнять, 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 чтобы наши физические тела, потому что мы есть Дух и Душа, но мы живем в теле, чтобы наши тела, они были здоровы, аллелуйя, они были здоровы, потому что Иисус забрал все болезни, все немощи. Для чего Он это забрал? Для того, чтобы ранами Его мы исцелились. Поэтому принимайте сейчас эту исцеляющую благодать, положи руку на больное место и скажи, Господь, я просто принимаю сейчас, я принимаю, я принимаю эту исцеляющую благодать, я принимаю эту силу, Господь, эту небесную силу божественного исцеления, сверхъестественного исцеления. Поэтому пусть Бог сейчас исцеляет и Дух, и Душу, и тело, все, что нуждается, все, что нуждается в исцелении. Прикасайся сейчас, Господь, во имя Иисуса Христа. Прикасайся своей исцеляющей силой. Прикасайся, прикасайся, прикасайся во имя Иисуса. Я также молюсь за исцеление отношений. Если у вас плохие отношения с вашими близкими, простите их, или пусть они вас простят. Примиритесь с ними. Пусть придет исцеление в отношениях, чтобы ваша душа, она не болела, не переживала, Бога, и чтобы у нас было прощение, чтобы у нас было принятие, чтобы у нас была любовь. Аллилуйя! Если вы были чем-то ранены, огорчены, я просто высвобождаю исцеляющую благодать на вашу душу. Ваши душевные раны, Господь, пусть прикоснется. Дух Святой, Он есть Дух, Утешитель. Поэтому пусть Твое утешение, Господь, утешение, Твой мир, который написан превыше всякого разумения, мир Божий наполняет вас. Мир Божий наполняет ваши мысли. Может, вы о чем-то переживаете, волнуетесь, это вас гложет, это угнетает, но примите сейчас мир Божий. Верою принимайте этот мир Божий. Принимайте, 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 потому что Дух Святой здесь. Дух Святой здесь. Утешитель здесь. Целитель здесь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Поэтому я молюсь, я провозглашаю исцеление отношений. Благословляйте, написано. Благословляйте тех, даже кто вас гонит, кто был с вами несправедлив. Благословляйте, молитесь за них. Аллилуйя, Аллилуйя, чтобы не было преграды, чтобы не было препятствий. Во имя Иисуса Христа Господь. Я молюсь также за финансовое исцеление. Финансовое исцеление, это у нас, знаете, когда долги у людей, они в долгах, как в шелках, говорят. Но Иисус, Он пришел и освободил нас от нищеты, потому что нищета – это проклятие. Нищенское мышление – это проклятие. Поэтому здесь зависит от нашего мышления, от нашей веры, как мы смотрим на жизнь, как мы смотрим на финансы, поминуемся ли мы Слову Божьему в десятине, в приношении. Потому что Бог говорит, если ты веришь мне, то я открываю небеса, я изливаю благословение до избытка. Аллилуйя! И тогда приходит исцеление, тогда приходит финансовое исцеление, восстановление. Бог освобождает тебя, Бог исцеляет тебя во всех сферах нашей жизни, потому что Он благой, и Он сказал, во всей полноте. Это Дух, это Душа, это Тело. Аллилуйя! 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 Слава тебе, Господь, за Твое благо и за Твою милость. Поэтому мы высвобождаем, Господь, Твои благо и Твою милость. Мы высвобождаем это помазание, которое сокрушает ермо. Ермо – это то, что угнетает человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова